Всем привет! Вы на канале Политический Новостник. Приятного просмотра. Искандеры вышли России боком. Алиев отказал Путину и сорвал договоренность в последний момент. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. После скандала с российскими Искандерами, Азербайджан в последний момент сорвал освобождение пленных армян. Россия потеряла контроль. Отношения Азербайджана и России были серьезно подорваны после обнаружения остатков ракет от Искандеров Шуша. В итоге было сорвано освобождение пленных армянских солдат, в котором РФ выступала посредником. Детали опубликовала армянская газета «Гропарк». В четверг, 8 апреля, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. Ожидалось, что итогом беседы станет освобождение армянских военных, которые попали в плен уже после окончания активных боев за Карабах. Чтобы забрать пленников, в Баку предварительно направили самолет с переговорщиком от РФ, командующим российскими миротворцами в Карабахе Рустамом Мурадовым. Однако разговор Алиева и Путина не задался. Пока неизвестно, что пошло не так. Но на борту самолета, вернувшегося в Ереван, был только Мурадов. Есть предположение, что срыв договоренностей мог быть последствием скандала с Искандерами. Обломки ракеты в Шуша стали доказательством, что в войне за Карабах использовались установки вооруженных сил России. Информацию прокомментировал азербайджанский анонимный телеграмм канал «Голос море». Азербайджан в союзе с Турцией после войны 2020 года больше не та страна, которой можно манипулировать и указывать из Москвы. России пора привыкать к новой реальности в Закавказье. Не так давно замминистра обороны РФ Булгаков приезжал в Карабах без уведомления Азербайджана через Армению. Вот и результат таких поездочек, написал ресурс. Президент Ильхам Алиев рассказал, что поддержка Турции и Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти. Турецко-азербайджанская дружба, братство и единство подтвердили себя во всех сферах, и поддержка Турции и Азербайджана во Второй Карабахской войне, которая длилась 44 дня, конечно, навсегда останется в нашей памяти, будет жить в наших сердцах. Как сообщает Дэй Эйзи со ссылкой на Азертадж, об этом в частности сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой республики в стране Эрканом Азаралом. Поддержка, оказанная нам моим дорогим братом, президентом Реджепом Таипом Эрдоганом с первых часов войны, воодушевила нас и обеспечила то, чтобы некоторые внешние силы держались в стороне от этой войны. Наши связи многогранны. Вы, как посол, осуществляющий деятельность здесь, конечно, хорошо знаете, насколько глубоки эти связи. Нет такой сферы, в которой бы мы не сотрудничали. В последние годы есть большое развитие во всех сферах. То, что наши граждане теперь уже совершают визиты в братские страны без паспортов, то есть по внутреннему документу, конечно же свидетельствует о том, насколько глубоки наши связи. Ваша деятельность здесь и как посла, и как гражданина Турции, воспринимается с большим одобрением. Вы чувствовали себя здесь как на родине, и это естественно. Хотел бы сказать, что сейчас вы возвращаетесь на родину. На самом деле, вы находитесь на родине, и вам всегда здесь рады. Вы в наших сердцах. Знаю, что азербайджанская общественность, действующая в Азербайджане общественной организации, представители медиа, официальные лица, высоко оценивают вашу деятельность, в том числе и я. Потому что за эти годы, конечно, как здесь, так и в Турции, во время моих многочисленных визитов, я был свидетелем вашей деятельности, видел ее. Знаю, что вы направили свои усилия на то, чтобы два братских народа стали ближе друг к другу, сказал глава государства. Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами Карабахского конфликта. Об этом сказала глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что об этом неоднократно говорил президент Российской Федерации. Данная позиция является определяющей в работе российского сопредседательства. Хочу подчеркнуть, что пакет предложений по урегулированию, помимо декларации руководителей Азербайджана и Армении, включал также совместное заявление России, США и Франции в ее поддержку. Два этих документа плюс резолюция Совета безопасности ООН, утверждающая пакет предложений по карабахскому урегулированию, составляли суть российских предложений того времени, о которых были детально осведомлены другие страны-сопредседатели, США и Франция, и которые они полностью поддерживали, добавила она. Отметим, что ранее бывший американский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, Ричард Хогланд заявил, что якобы российский сопредседатель Игорь Попов говорил ему, что если даже армянская и азербайджанская стороны согласятся с идеями главы МИД России Сергея Лаврова по карабахскому урегулированию, то все равно российская сторона не пошла бы на их реализацию. Все города-села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это проявление исламофобии. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсифом Бен Ахмедом Алю Саймином. Иностранные журналисты и дипломаты, посещая сейчас освобожденные от оккупации территории, видят, что армяне все разрушили. Все города-села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это проявление исламофобии, азербайджанофобии, вандализма, потому что, как я неоднократно говорил, наши города были разрушены не во время Первой Карабахской войны, а впоследствии в период оккупации. Это была политика, намеренно проводимая с целью стереть азербайджанское и исламское наследие на этих исторических землях Азербайджана и изменить их происхождение. Мне известно, что послы, члены контактной группы по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, недавно побывали на освобожденных от оккупации территориях и увидели это своими глазами. Они выступили с открытыми заявлениями, и мы очень благодарны за это. Мы хотим, чтобы весь мир увидел это и понял, что предпринятые нами шаги были правым делом, опирались на международное право, устав ООН, наше право на самооборону, сказал президент Ильхам Алиев. Организация исламского сотрудничества искренне поддерживает Азербайджан. На Западе озвучивались негативные мнения о его победе в Отечественной войне, но мусульманский мир поддержал Азербайджан. Об этом сказал член делегации контактной группы Мехмед Метин Экер на пресс-конференции, посвященной итогам поезда к Вагдам и Гянджу, постпредав стран-участниц контактной группы организации. Он отметил, что избудет и далее поддерживать Азербайджан. «В Агдаме мы увидели очень печальную картину. В этом городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Армяне совершили вандализм не только против людей, но и против окружающей среды, против культуры. Уничтожение мечетей, религиозных памятников – это вандализм против культуры», сказал Экер. По его словам, победа Азербайджана в Отечественной войне – это победа всего исламского мира. «Теперь самое главное – обеспечить безопасность в Карабахе». «Весь исламский мир окажет Азербайджану поддержку в этом вопросе», сказал Экер. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok